Историческая находка на руинах. Во время основ создания индустриальной эпохи в Королёве обнаружено уникальное панно 30-х годов. Реставраторы говорят, что ничего подобного им раньше видеть не приходилось. По мнению специалистов, работа достойна чуть ли не Третьяковки. Под завалами еще два произведения искусства, однако все это может там так и остаться. Почему, выясняла Татьяна Матвеева. Его построили в 30-е годы прошлого века по проекту известного архитектора Лангмана. В советские годы здесь бывали Бернард Шоу, Андре Жит и Нильс Бор. Нобелевские лауреаты посещали дом-стройбюро как редкий объект симметрии в стиле конструктивизма. Здание входило в общий ансамбль Болшевской труд-коммуны, уникального социального эксперимента советского прошлого. Сегодня в руинах здания гуляют совсем другие люди, те, что пытаются его спасти от сноса. Такой приговор вынесла местная администрация в августе этого года. И буквально сразу после этого начались поджоги. Все были заинтересованы в его скорейшем уничтожении. После очередного такого пожара местный краевед Евгений Рыбак обнаружил под старыми обоями находку. Росписи 30-х годов художника Василия Маслова. Монументальное панно, посвященное индустриализации страны. Такая обожествленная фигура Ленина, ноги которой тонут в облаках. И в хаосе революции, будем так говорить. И из этого хаоса рождается новый мир. В общем, характерная картина советской эпохи. Но до наших дней подобных почти не сохранилось. По мнению искусствоведов, лучший пример революционной живописи Европы 30-х годов. А потому решили однозначно спасать произведение с помощью реставраторов. Живопись, которая находится в очень тяжелом состоянии. Крачный слой отслаивается, осыпается. Этой сложной работы не побоялся реставратор Константин Маслов. Спасал произведение своего однофамильца без света и тепла. Вместе с помощниками покрыл стену специальным раствором, чтобы потом аккуратно снять панно. Мы армировали вот эту поверхность. И дальше мы будем подпиливать тот слой штукатурки, который привлекается к тени, который мы оставили рыхлом. Подпиливает, постепенно укладывает на щиты. Времени почти в обрез. Осталась неделя. Реставраторы обеспокоены. За этот срок уложиться нереально. Кроме этого панно под завалами находятся еще два. А попытки отменить решение о сносе дома пока результата не дают. Татьяна Матвеева, Александр Кучеровский. Вести. Москва.